Сегодня 7 ноября и у нас в гостях доктор, наш коллега Матвеев Владимир Сергеевич, он из Санкт-Петербурга. Он представляет ту часть врачей, которые в общей команде врачей, которые оказывают помощь больным с муковисцидозом, помогает в плане своей специализации, кинезиотерапии или как мы в России привыкли, лечебной физкультуры. Вообще осень, она всегда такой период в плане муковисцидоза значительный, потому что вы знаете 8 сентября это Всемирный день муковисцидоза, 21 ноября облизится Европейский день борьбы с муковисцидозом. И вот это мероприятие, которое сегодня у нас организовано и которое состоит и из лекций, и из практической работы с пациентами, оно вот вписывается весь вообще ноябрь. Это вот преддверие этого дня, 21 ноября, и мы всегда в ноябрь планируем и организуем какие-то мероприятия. Вот сегодня благодаря усилиям Московской областной организации родителей мы имеем возможность, благодаря усилиям, конечно, Аюхиной и Владимировны, ее основных сподвижников, возможность имеем послушать лекцию, поработать с нашим коллегой. Сегодня у нас пациенты и на все дни расписаны пациенты, поэтому я хочу поблагодарить, конечно, Владимира Сергеевича за то, что он смог к нам приехать, Ольгу Владимировну за организацию и пожелать нам всем в эти дни хорошей, продуктивной работы на благо здоровья наших детей. Спасибо. Спасибо большое, Елена Ивановна, за теплый прием. Спасибо за то, что пригласили, за то, что готовы слушать. Я был во многих городах, но Москва все равно это столица нашей родины, и очень приятно выступать здесь с докладом. Теперь все-таки добрый день, дорогие мои коллеги, дорогие родители. Попытаюсь сегодня рассказать то, что знаю, то, что наработано, то, что применяется с практической точки зрения ежедневно. Чуть-чуть немножечко расскажу про наш Санкт-Петербургский центр муковисцидоза. На сегодняшний день в нем наблюдается 108 человек. Это ребятишки от двух месяцев, соответственно, до 18 лет. И с ними ежедневно я, как врач ЛФК, как кинезиотерапевт, провожу и занятия, и назначения. Также бывают и амбулаторные пациенты приходят. То есть нагрузка порядка, наверное, от 4 до 10 человек в день получается такая. Поэтому опыт такой достаточно, я считаю, серьезный. Ну и теми наработками, которые за время моей работы в центре накопились у меня, которые мне передали старшие коллеги, буду сегодня делиться, буду сегодня рассказывать. И надеюсь, что это поможет нашим деткам реже госпитализироваться, легче выходить из обострений, ну и дай бог, чтобы они у нас вообще не болели. Можно презентацию попросить? Ну, сразу я немножечко буду комментировать. Всегда идем от простого упражнения к сложному. Сейчас мы с вами будем говорить о пациенте первого года жизни. И часть методик, которые подходят для взрослых, для старших деток, они в принципе даже неприменимы. Но мокроту доставать нам как-то надо. Мокрота у нас все равно есть, она все равно густая. Поэтому будем как-то подбирать упражнения за счет уже других каких-то функциональных особенностей. Ну, не используем резкие движения. Это пришло к нам из лечебной физкультуры с точки зрения травматизма. Обязательно настаиваю на том, что занятие должно приносить пациенту удовольствие. Не только облегчение. Поймите правильно, это очень важно с той точки зрения, что наши дети должны заниматься ежедневно. Кто-то 20 минут, кто-то час, кто-то полтора часа. И на протяжении всей жизни. Поскольку у них еще есть ингаляции, у них есть курсы антибиотикотерапии, госпитализации, естественно, все им это надоедает. Поэтому наша питерская команда стоит на той позиции, что ребенку занятие должно быть не только полезно, не только продуктивно, но и интересно. Тогда не появляется отрицание к занятию. И тогда ребенок спокойно, а порой даже с удовольствием приходит заниматься. И для меня самая большая награда, когда 5-6-7-летний ребенок подходит ко мне и говорит, доктор Володя, а вы знаете, мы вообще в больницу приехали, в кафе за пирожками и к вам на занятия. Все остальное нас не интересует. И это здорово, потому что занятие должно быть для них не дополнительной нагрузкой, не какой-то такой обязательной вещью, а должно быть для кого-то игрой, для кого-то спортивной тренировкой, а для кого-то просто может быть какой-то релаксацией, расслаблением. Первый ребенок, ну первый год жизни, говорим, немножечко я разбил, это ребенок от 1 до 4 месяцев, поскольку у нас сейчас скрининг активно идет, и к нам детки стали попадать и в месяц на консультацию, и в 2, и в 3, и в 4, и становится очень это все актуально, занятия с такими маленькими детками. Мы стоим на той позиции, что обычно у таких маленьких деток, если нет особых нарушений, выдаем какие-то базовые навыки, элементы массажа, поглаживания, что мы можем погладить? Грудную клеточку и наш животик, чтобы там у нас пищеварение наше улучшалось. Здесь никаких сложных моментов нету, поглаживание, ну все вы наверняка знаете, да, там, наверное, не будем на этом ребенка мучить, по часовой стрелочке, по животу, поглаживание, вот это вот круговое оно делается. Поглаживание по грудной клеточке, снизу вверх, в стороны, к ручкам, тоже в этом ничего сложного на самом деле нету, на этом, я думаю, что не будем останавливаться. Остановимся мы сразу с вами на прерывистой вибрации или клоп-массаже, да. Что это такое? Ну, в России это называется методика прерывистой вибрации, а в Европе называется клоп-массаж. Это методика поколачивания, либо по грудной клетке, либо по спине, ну, в принципе, это методика поколачивания. Значит, секунду я, вот он. У старших детей обычно используется форма ладошечки, и поколачивается ребенок с таким... с глухим звуком, опять-таки, не должно быть никаких неприятных ощущений, ребенку должно нравиться, ну и тоже дренаж у нас должен получаться. Я чуть-чуть пробегу. К сожалению, маленького ребенка мы не можем поколотить всей рукой. Вот мы сейчас попросим маму с Есенией, да. А можно вот так вот. Вот держите очень хорошо. Нет, спинка, если можно, ко мне. Да. Попросим продемонстрировать, что вся моя рука, да, но она пол Есенией займет. Это неправильно. Работать мы должны по точкам. Точки сейчас покажу. Чуть вперед убежал. Поэтому существует вот такая вот вещь, которая называется перкуссор. И по точкам спокойно, с тем же звуком, слышно? С тем же глухим звуком можно работать по одной точечке, по другой, пожалуйста, точечке. К сожалению, эта вещь на сегодняшний день продается только в Америке. Заказать ее очень сложно. Наши питерские родители, за это я люблю Россию, придумали взять обычную соску от бутылочки. Единственное, что не надо ее присасывать, а также просто поколачивать. Ну вот кто близко сидит, слышно, что звук, он такой же глухой. То есть, пожалуйста, никаких проблем нету. Можно все это использовать. Давайте к презентации вернемся. Значит, как рекомендует один из моих учителей, Ольга Игоревна Симонова, правильно и работать по точкам. Точки в табличке описаны. Сразу хочу оговориться, что презентацию я в виде PDF-файла оставлю потом в вашей пациентской организации. Ее можно будет забрать, еще раз посмотреть. Ради бога, никаких проблем нету. Значит, ну, здесь точки я попытался наглядно нарисовать. Верхние отделы легких 1 и 2, спереди 3 и 4, это точки сзади. Нижние отделы, это точки 7 и 8. И средние отделы, это точки 5 и 6. Единственное, что немножечко некорректно картиночка. Естественно, рука должна быть за головой, ребенок должен лежать на противоположном боку. Ребенок первого года жизни, напоминаю, да, сколько можно его поколачивать. В каждой точке обычно мы работаем по 1-2 минутки. Соответственно, в 8 точек где-то 15-16 минуток у нас получается вот он, клуб массаж. Вот, значит, про это мы с вами поговорили. Чуть-чуть назад вернемся к упражнению. Значит, у нас что еще? Пассивные приемы дыхания. Это частая смена исходного положения. Можно также использовать контактное дыхание. Здесь немножечко не дописал. Мы используем модифицированное контактное дыхание. Мы в конце с вами про него поговорим. И упражнение на фитболе. Давайте сразу тогда. Да, естественно, у клуб массажа существуют противопоказания. Никогда не нужно про них забывать. И на этом я немножечко остановлюсь. Ну, они будут. Так. А тут слайдиков у нас и нет. Ну, в принципе, давайте мы еще раз попросим маму с Есенией. Значит, мы мячик сюда положим. На животик мы положим Есению. Да, то есть... Ребенок еще раз. От одного до четырех месяцев. Пожалуйста. Вперед-назад. На животе. Если ребенок уже держит голову, то влево-вправо, пожалуйста. И если держит голову, то можно... Заяц. Ну, чего-то. Ничего страшного. То же самое можно на спине. Вперед-назад. Покачивание. Влево-вправо. Пухи, мой заяц. Все, 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 все. К маме, к маме. Ну, я же вроде не страшный. Значит, про фитбол поговорили. Частая смена исходного положения. Извините. Проскочили. Давайте еще раз. Сейчас мы тогда для... На этот самый... На простыночку. Есть. Не бойся. Тихо-тихо-тихо-тихо. Это упражнение качалка. У нас, правда, девочка уже большая. Вот тебе. Ой-техо-с-пайди-то. Вот она. Вот она. Видно на камеру? Все, 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 вернул, вернул. Видно было, да? Хорошо. Вот. То есть, в принципе, это те вещи, которые мы можем делать с ребенком такого возраста уже абсолютно спокойно. Ну, про поглаживание поговорили, там не о чем рассказывать. И вот это будет для него, если никаких обострений нету, вполне достаточно. Ребенок от 4 до 6 месяцев. Я покажу слайды, а если будет непонятно, тогда буду на Есении, потому что она уже у нас вся не доверяет мне. А нам еще она нужна для контактного дыхания. Нет, презентация, будьте добры. Вот. Пробежались, да, то есть у нас пассивные упражнения идут и общие развивающие упражнения. Ну, сюда еще к этому слайду вернемся. Подъем рук вверх, ничего сложного нет. Подняли, опустили. Подняли, опустили. Что мы хотим? Мы хотим, чтобы у нас была подвижность грудной клетки. Вместе также это можно делать поочередно. Одна, вторая, пожалуйста. Ну, по-моему, пока все доступно. Разведение рук в стороны тоже ничего сложного нет. Подняли, вернули. Подняли, извините, развели, вернулись. Можно еще, ну, часто это упражнение называют мамой обнимашки, можно еще раз со сменой. Мы с вами все работаем, опять-таки, на грудную клетку, на ее подвижность для того, чтобы улучшать дренаж. Упражнение типа бокс. Ну, не очень, наверное, видно. Смысл в том, что ребенок лежит на спине и молокоточками прям вот барабаним по кушетке, по столу, по пеленальнику. Ну, сейчас тогда бокс покажу. И еще несколько упражнений попробуем все-таки помучать. Сгибание ног. Ну, по-моему, тоже достаточно все просто. Как вместе, так и поочередно. Уехал куда-то слайд мой второй уж, извините. И следующее. Подъем ног вверх. И повороты. Давайте мы сейчас... Сейчас я гляну, что у нас следующее. А, и приведение ноги к руке. Давайте мы еще Есени чуть-чуть помучаем. Сразу блок покажем. Да, на спинку. Да ладно, ладно, ладно. Все, не трогай. Приведение. Все очень просто. Ну, я буквально по три разика, да? Пока ребенок у нас. Обнимашки. Тоже все просто. Бокс. Вот он, вот он бокс. Только должна быть мягкая у нас. Так, подъем прямых ног. Фиксация идет за коленочки. Нет, не даст. Даст. Ну, хотя бы два раза. И повороты таза, вот они. Вот они. Вот они. Вот они. Вот они. Все, все. Вернулись к маме. Вернулись. 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 Вот они. Следующее упражнение – это еще парение на животе. Оно обычно используется ближе к шести месяцам. Ну, сейчас еще давайте несколько наберем, чтобы тогда ребенка зря не мучить. Вот как раз-таки покачивание на мече. Не туда, видимо, слайд у меня уехал. Вперед-назад и влево-вправо. То, о чем мы с вами уже говорили, да, и то, что нам Есения все-таки показала. С ребенком четырех-шести месяцев возможны уже пружинящие движения. То есть не только покачивание, но и пружинящие, опять-таки, для создания, грубо говоря, ну, осцилляции, что ли, грудной клетки, чтобы уменьшить адгезию мокроты и ее выталкивать наружу. И также возможны похлопывания. То есть уже не только у нас клофт-массаж по точкам, но и похлопывания. Так, ну давайте как раз вот этот блок разобрали. Будем вас еще мучить. Уже мокрота поднимается, я слышал. Пружинящие движения, вот они, вот они. Они возможны как на животе, 4-6 месяцев, да, 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 так и на спине. Только мячик должен быть побольше, чтобы головка у нас не запрокидывалась. Вот они, пожалуйста. Все, все, все. Значит, парение на животе. К маме, к маме, оп. Полетели, полетели, полетели. Полетели, 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 полетели. О, ну ладно, полетели, 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 полетели. Все, последний раз. Последний раз полетели. Молодец. Так, к маме вернулись. Значит, давайте мы боком к камере встанем. А, или, может быть, присядем. Давайте мы сюда попробуем присесть. Мама, рядом. Все. Мама, да? Нет. Шшш, заяц. Нет. Значит, похлопывание. Вот, пожалуйста, по боковым. Также оно может быть переднее-заднее. Ой, боковое-заднее, простите. Да ладно. Да все хорошо. Да все хорошо. Все отлично. Все отлично. И также оно может быть переднее-заднее. Но попробуем. О-о-о-о-о. Все, все, отпустили. Все. То есть, вот это вот похлопывание, когда идет именно не по точкам, да, а по поверхностям. Боковая, передняя, либо задняя. Дошли до следующего ребенка, до ребенка следующего возраста. На самом деле, немножечко оговоримся по возрасту 4-6 месяцев. Значит, каждое упражнение обычно выполняется по где-то 8 повторений. То есть, грубо говоря, руки в 8, ноги в 8. И, в принципе, все это занимает порядка от 20 до 30 обычно минут с ребенком. В принципе, если ребенок еще раз первого года жизни без обострений, все у него хорошо, можно вот этот вот комплекс разбить на 2 части, на 3 части и работать с ним в течение дня. Если обострения какие-то есть, какие-то нарушения, пульмонологи говорят, что нужно работать, есть мокрота, тогда надо работать чаще и дольше. То есть, 2 раза в день по 20-30 минут, 3 раза в день по 20-30 минут. Все зависит от состояния, естественно, ребенка. Ну, следующий ребенок 6-12 месяцев. Пассивные упражнения остались те же, добавилось только парение на боку. Появились у нас повороты, привставания, тачки, присаживания. В принципе, из всего этого интересно будет попробовать сделать присаживание, потому что ребенок у нас уже большой, с тачкой, я думаю, что ничего у нас не получится. Мы за маму схватимся. И хочу вам показать еще парение на боку. Секунду. Ну, в принципе, слайд про парение на боку есть. Вот он момент парения на левом от вас слайде. Повороты на живот, в принципе, тоже ничего сложного нет. Ну, сейчас попробуем еще, если Есения согласится, разочек нам помочь. И присаживание за одну ручку и за две ручки. Давайте попробуем еще разочек замучить ребенка, а потом мы дадим вам, долго вам дадим передохнуть. Честно-честно. Минут 10-15. Ну, все, мая. Все, ложись. Ложись. Давай, давай, давай. Вот оно. Вот оно, присаживание за одну ручку. Давай. Вот оно. То есть я не тяну, ребенок все делает сом. Молодец. 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 А поворот? К маме. Давай к маме поворот. Есть. К маме. К маме. Оп. Нет. А почему ты к маме не хочешь повернуться? Оп. Нет. Нет. Ой, ты молодец. Молодец. Умница. Молодец. Все. Так. Ребенка перегрузили. Все. Присядьте. Отдохните немножко тогда. Давайте опять к презентации. Пока все понятно. Да? Ну, я старался, чтобы были картиночки доступные. Дальше. Ну, наверное, многие читали нашу переводную книжку под редакцией Горшкова. Там есть позиционирование или еще их называют дренажные положения. А у взрослых они немножко другие. У малышей они чуть попроще. Ну, колени, угол, господи, меньше 90 градусов. Вот эти вот. На спине, на животе, на боку используются. То есть просто за счет изменения положения тела, за счет силы гравитации, макрота в этих положениях из верхних отделов, она у нас оттекает, потому что отток из верхних отделов у нас идет сверху вниз наискосок. То есть вот так вот. Соответственно, когда мы стоим, когда мы находимся вертикально, что очень актуально для ребенка первого года жизни, то есть как только мы вертикализируем его, у нас очищаются верхние отделы. Колени, угол 90 градусов, то же самое. На животе используется, на спине и на боку. Это у нас отток из средних отделов. То же самое. И когда угол, господи, тяжело соображаю, простите, больше 90 градусов, на спине, также на животе и на боку эти положения для оттока из нижних отделов, потому что отток из нижних отделов у нас идет, к сожалению, снизу вверх наискосок. Поэтому, когда будем говорить про взрослых ребят, для того, чтобы дренироваться, они должны в течение дня либо полежать ровно на спине, на животе, либо даже немножко приподняв ножной конец. Но это чуть забегая. А малышей достаточно так держать. Ну, понятно, что двухлетнего ребенка не удержишь. Есению, наверное, уже тоже не удержишь. Поэтому это все-таки больше актуально для ребят месяцев до шести, до семи. С ними уже, вот с такими детками уже все-таки больше активные упражнения использовать. С присаживания, да, в парении. О, не показал парение на боку. Ну, хорошо, сейчас когда про контактное дыхание поговорим, поговорим и про парение. Контактное дыхание – это сопровождение дыхания ребенка рукой мамы, специалиста, кинезиотерапевта, пульмонолога, неважно кого. Смысл в том, что мы дышим вместе с ребенком. В Европе обычно они кладут руку и немножечко, даже чуть надавливают и начинают дышать. Дышать тем самым углубляя дыхание и создавая условия для лучшего оттока мокроты. Ну, вот так это происходит, например, в тех же самых дренажных положениях. То есть, рука сопровождает грудную клетку, чуть вниз. Скажу вам честно, поймать так дыхание ребенка, даже мне, работая с ними постоянно, достаточно сложно. Поэтому мы сейчас пробежимся быстро, и я на ваш суд, одобрение или неодобрение, покажу нашу питерскую наработку, которой мы пользуемся. Сейчас давайте мы еще по презентации добежим до конца. То есть, контактное дыхание в положении, когда угол коленей меньше 90 градусов. То же самое 90 градусов, пожалуйста, на животе. То же самое сопровождение идет в грудной клетке. Но опять нужно попасть в такт чистоты дыхания ребенка. Это достаточно все-таки сложно для домашних условий. И все то же самое на животе, на спине, на боку. То есть, вот такие вещи они нам рекомендуют. И угол наклона больше 90 градусов. Ну, не знаю, мне вот так вот вниз головой лежать своего ребенка, наверное, было бы страшновато. Я бы постарался что-то другое придумать. Вот так, так, так. Контактное дыхание наше, как говорится, в модификации меня и моих коллег, оно выполняется либо стоя, либо сидя на мяче. Ну, кому-то удобно стоя делать, кому-то удобно сидя на мяче. Происходит надавливание на грудную клетку в такт с дыханием, но не с дыханием ребенка, а с дыханием специалиста. То есть, мы стараемся заставить ребенка дышать в такт с нами, при этом, ну, примерно прикидывая частоту дыхания, с которой он дышит как бы в жизни. Ну, сейчас поясение достаточно хорошо слышно, с какой частотой она дышит. И сейчас попробуем это показать. Можно еще презентацию. Вот, пожалуйста, на мяче. Заметьте, да, ребенок улыбается, специально оставил лицо открытым, то есть, ребенку даже нравится. И очень эффективно, в принципе, отходит мокрота. Все, сейчас иду к Есении. Это последнее то, чем я ее замучаю. Честно, честно. И она и так большая молодежь. Она и так большая молодец. Ребенка держу обычно наискосок, так удобней. Ничего страшного. Помните, да, что контактное дыхание уже с 4 месяцев можно использовать. Поэтому пока ребенок не сидит, его мама обычно держит так. Когда ребенок у нас уже садится, то мы держимся вот так. КОНЕЦ! 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 так передохнем бывает не идет у нас ребенок на контакт тогда мы сделаем сложнее мы заставим маму или папу кого мама тогда попросим мама выполнить данный прием мама к камере лицом развернется до лицом на папу лицом на папу да значит вы нажимаете на ребрышки вот этим вот местом до вот этой рукой тогда вот здесь вот и пружините нет чаще нет тоже не хочет так давайте попробуем успокоиться успокойся успокойся давайте еще разочек попробую и тогда все 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 не будем больше мучить значит ну слышали крик прерывался в принципе когда родители ребенка на тренируют когда он привыкает но у меня обычно второе занятие это получается у нас ребенок начинает дышать в так вместе с вами то есть вот это дыхание которое вы наверно слышали я подсказывал то есть ребенок начинает также дышать тем самым на каждом выдохе за счет надавливания за счет вот это вот немножко форсированного выдоха поднимаем мокроту и в принципе спокойненько ее съедаем проглатываем никаких проблем это не возникает все спасибо вам большое да вот потренируйте вот это вот дома пожалуйста это очень эффективная методика и вам ну слышно что она очень нужна то есть может быть удобнее будет вам сесть на мячик взять ее и вот именно вот надавливать чтобы именно было вот этого дыхания подряд можно до 10 минут спокойно делать то есть пять минут с одной стороны потом перевернули пять минут с другой стороны и я вас уверяю мокроту очень эффективно начнет подниматься когда она не будет вот в этой в истерике просто заходить сейчас она незнакомый да много я понимаю да это очень сложно и так спасибо большое она молодец она мне поулыбалась начали немножечко вот то есть принципе когда какое-то обострение появляется какие-то какое-то увеличение количества мокрота это контактное дыхание для ребенка первого года жизни будет той ну как это сказать то ну то есть золотой наверное тем золотым упражнением которое поможет эффективно доставать мокроту потому что во первых ничего для этого не надо это можно делать как и дома так и в стационаре так и было в амбулаторных условиях там у бабушки у дедушки где угодно и действительно одно очень эффективно потому что вы не ловите чистоту дыхания ребенка вы под него не подстраивать вы заставляете его дышать да это нагрузка на ребенка на дыхательную систему сердечно-сосудистую но в пределах 10 минут это допустимо это безопасно и рекомендую вам эту наработку использовать вот как то так вот про контактное дыхание поговорили ну и в принципе если помните первый слайда у нас там было что чередование физических упражнений и дыхательных опять-таки для чего чтобы за счет физических упражнений уменьшить адгезию мокроты и и немножечко взболтать за счет дыхательных упражнений ее продвигать и выталкивать грубо говоря из бронхов почему этот слайд к тому что и родители и мои коллеги я всех вас призываю к тому что нужно учить ребенка дуть как можно раньше да не все умеют и в два года дуть у меня дочки полтора года она еще пока не дует к сожалению папа все по командировкам ездит никак не может научить но в принципе для того чтобы учить ребенка возможны вот вот такие простые вещи обычно они детям очень нравятся ничего сложного нет да а мы уже выполняем дыхательные упражнения либо очень часто используются мыльные пузыри можно слайд еще раз вернуть вот особенно вот такие вот конкретный ребенок научился дуть вот с этим саксофоном игрушечным почему там внутри стоит клапан внутрь он мыло вдохнуть не может а на выдохе получаются пузыри единственное что со всеми этими дыхательными вещами поигрались поработали ну максимум недельку выкинули купили новое для того чтобы нас не было никаких дополнительных инфицирований что там нас не размножалось вот поэтому еще раз призываю всех учиться дуть как можно раньше потому что в будущем нам это пригодится для того чтобы учиться правильному дыхательному маневру правильным дыхательным упражнениям аутогенному дренажу и так далее и в принципе последний слайд я думаю что вот мои контакты кому интересно можно писать звоните всем отвечаю все рассказу и про первый год жизни наверное на этом пока что все готов ответить на вопрос рефлюкс да спасибо за вопрос он очень актуальный действительно я не сказал то есть все занятия либо за час вы простите либо до еды либо через час после это первый момент и второй момент ну мы никогда помните первый слайда адаптируем упражнения для ребенка то есть мы смотрим на мячике наклон там 10 градусов нормально 15 нормально 20 опа рефлюкс все значит мы на 15 останавливаемся поэтому здесь уже дальше мы подходим к вопросу индивидуального подбора упражнений то есть общая часть она такая а дальше уже с помощью специалиста или с помощью родителя который вот начинает в методику как говорится вникать до соображать уже идет подбор конкретно под каждого ребенка в какой последовательности имеет в том плане что если ребенок уже там стоит ходит или бегает да то постараться создать это чередование физической нагрузки дыхательных упражнений грубо говоря там прошли походили подули на перышко если дуем если еще не дуем то это может быть массаж или например на мячике мы попружинили покатались потом мы можем например в дренажных полежать или сделать контактное дыхание но в принципе вот контактным дыханием в нашей питерской модификации рекомендую заканчивать все занятия потому что она очень эффективно именно поднимает мокроту то есть грубо говоря нужно уменьшить адгезию растормошить мокроту если по-простому в нам нужно взболтать до сделать из нее коктейль и тогда при помощи этого контактного дыхания мы вверх просто вот как насосом грубо говоря подтянем вот продолжительность да давайте еще раз один четыре месяца это 20-30 минут но разбивая по 15 минут ребенок до 4 месяцев не выдержит 30 минут всего этого 4 6 месяцев это у нас идет от 20 до 40 минут и 6 12 там у нас уже обычно подключаются какие-то подвижные вещи там может быть ходьба тут время может растягиваться до 40 минут порой даже до часу если есть необходимость ну где-то вот 40 минут значит еще раз если ребенок стабильный нормальный можно 40 минут в сутки если какое-то увеличение количества мокрота какое-то обострение вам коллегам педиатрам не нравится что с этим ребенком происходит как у меня бывает такая ситуация приходит доктор по ногу рекламе сергеевич вот у нас плановые госпитализации через два месяца но мы горят уже что-то вот не очень хороши нам ну про подводит ребенка нам говорит надо как-то вот протянуть пожалуйста дайте нам задание чтобы мы могли это протянуть и вот тогда увеличивается вот это вот время может быть до двух раз в день абсолютно спокойно по 40 минут эти занятия проводить 9 10 лет это вот следующий тема презентации буквально вот да мы как раз поговорим о детях грубо говоря там старше трех лет и до 18 год два года да да я так сказал год три года тут переходный момент он заключается в том что у ребенка появляется период упрямства и он на многое не соглашается здесь с этими детьми я стараюсь родители настраивать на то чтобы были подвижные игры это могут быть кегли какой-то боулинг то есть ребенок должен бегать заставить его бегать чтобы вот эту мокроту взболтать потом в этот период вы уже естественно не сможете с ним делать это контактное дыхание вы сможете только его на мече по дренировать и создавая ну по пружинящими упражнениями сидя пожалуйста вот это добавить плюс дуть все что дуется свечки мыльные пузыри перышки дудки свистульки но опять-таки после физической нагрузки то есть здесь уже год три года вы должны его заинтересовать сказать что ну обмануть до сказать что это игра что это весело что это интересно посоревноваться с ним взять но это будет тоже следующая презентация взять мячик для настольного тенниса создать какие-то ворота какой-то там футбол соревнования то есть вот вот это вот зацепить это сложно но родители наши справляются а по-другому вы ничего не сделаете будете заставлять будет упрямиться и ничего не даст к сожалению с года до трех но флаттера рекомендован флаттер рекомендует рекомендуют принципе с трех лет из года до трех наши детки обычно не используют дыхательные тренажеры скажу вам честно они используют дыхательные игры то есть то что я говорил свечки мыльные пузыри вот это вот это вот все петки для профилактики если какая-то проблема который нам не нравится там от электаз не дай бог бронхэктаза тогда уже подключаем дыхательные тренажеры ну а те же самые под маски паре педы вот это можем подключить вот если все нормально мы используем дыхательные игры ну покажу в следующей презентации принципе там все это тоже есть я понимаю да 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 резкий форсированный выдох да то тоже что тоже чуть вперед этот прием на самом деле называется хаффинг мы о нем еще раз поговорим но я покажу это в принципе взрослого понятного то есть вот этот прием он его обычно используют аккуратно резкий форсированный то есть да это допустимо но все равно его нужно останавливать он не должен вас там на протяжении 10 минут дуть потом падать с головокружением да ну поймите правильно то есть ну всегда родитель должен быть рядом всегда родитель должен уметь переключать своего ребенка с одного на другой то есть что-то интересное чем-то перебить переманить то есть мультиками еще чем-то в принципе это пять минут не страшно 7 минут не страшно больше десяти минут ну нехорошо это как я прихожу мне мама прибегает мертвый сергей мы так здорово дом занимаясь мы купили мини батут м и 5 раз день по полтора часа вот там наяриваем соседи наслаждаются я говорю а как ребенок то потом ой да она там это с головокружением потом лежит то есть ну надо все тоже здраво рассуждать то есть все должно быть дозированное взяли вот это время до для занятий ради бога включили туда какую-то например прогулку включили туда какую-то там игру там я не знаю футбол то есть ну отсчитали да взяли физическую нагрузку пошел там папа например с ребенком футбол проиграл вот 20 минут они проиграли потом пришли взяли либо по дышали либо там перышки либо там пузыри либо еще что какая-то дыхательная нагрузка пошла вот пожалуйста на сегодня это было занятием кинези терапии почему не опять-таки если у ребенка все хорошо если от этого отходит мокрота тут мы уже опять сталкиваемся с тем что нужно смотреть индивидуально на какое упражнение у ребенка конкретного начинается подъем мокроты нужно смотреть индивидуально и продолжительность занятия и то как эту нагрузку ребенок тоже переносит поэтому так вот сложно заочно сказать но пожалуйста рекомендация такая то есть еще раз 15-20 минут нет конечно дуть не надо нужно что-то переключить опять-таки побегать попрыгать что очень хороший вопрос поймите правильно здесь мне нужно было показать потому что идет запись нет я сразу просто объясню я через плач работаю через истерику нет тут мы уже были с вами на грани истерики она там даже уже пыталась начинать то есть если ребенок поплакал поплакал маме отдали успокоился нормально можно еще раз поделать это хорошо это сопротивление на выдохе это аналог дыхательных тренажеров если ребенок уже в истерике уже там закатывается все нет надо остановиться ну это наша до питерская позиция то есть ребенок должен отдохнуть прийти в себя и потом можно с ним опять поработать то есть через плач да через истерику нет плюс еще добавить такой момент хорошим дыхательным упражнением является щекотка пожалуйста почему нет опять-таки возвращаясь к нашему ребенку до сходили с папой поиграли футбол или там побегали там баскину все что угодно до физическая какая-то нагрузка